Это правда, что люди, рождающиеся в Святой Дхаме, уже в следующей жизни могут уже, ну это последнее воплощение. И это правда, что если человек был в Святой Дхаме, то это в святой Дхаме, который был в Святой Дхаме? Ну, вы знаете, когда Дхаме, когда Продолжение следует, когда Продолжение следует... Ну, когда Продолжение следует... ...блазить... ...со многих различных типов... ...сименно нон-девотионной музыки... ...вот их громкостей, в каждую сторону. И... Вскоре после ухода Чили-Гуру Махараджу, Чили-Гуру Махараджу и задавали ему много-много вопросов. В какой-то момент они почувствовали, что они не в состоянии выносить той невыносимой музыки, которая играет на улице, прямо на Владвипе. Какая-то невыносимая популярная музыка. Они удивлялись, они, так сказать, пожаловались Чили-Гуру Махараджу. Как это возможно, что те, кто... что обитатели Святой Дхамы, жители Святого Места, слушают такую музыку? Гуру Махарадж, ...вот этот, ...как эта музыка, ...это больше, чем любые твои киртаны в Восточном мире. И Хила-Гуру Махарадж тогда ответил, вот это, то, что вам кажется сейчас простой музыкой, то, что вы сейчас слышите, ...это больше, чем любой ваш киртан в Западном мире. So, any activities of the residents of Navavip is to be considered as transcendental. Любые поступки обитателя Navavipa следует считать transcendentными. ...meaning that... ...the residents of the Holy Dham, those who are born there, are to be considered as... ...from Гуру Махараджа's vision, from his angular vision, ...every... ...every unit of the Holy Dham was... ...a part of... ...Mahaprabhu's eternal play, ...his eternal lila. То есть, с точки зрения Хилы Гуру Махараджа, ...а каждая частица Святой Дхамы, каждый обитатель Святой Дхамы, ...это неотъемлемая часть вечной нилы, ...шири читания Махапрабху. ...is that every ant has some contribution to the ecstatic leader of Mahaprabhu. Он говорил, даже каждый муравей там осуществляет свой вклад в вечное движение Mahaprabhu. ...in Navavipa. ...in Navavipa. ...this is Guru Maharaja's vision, ...who can... ...who can compare with... ...the highest, very highest, highest degree of... ...spiritual... ...insight, reading... ...the deepest... ...the deepest meaning, ...the deepest way of... ...in the environment. ...но это видение Шилы Гуру Махараджа, ...высочайшее из всех возможных восприятий, ...восприятие всего с высочайшей духовной точки зрения. So, that's one angle of vision, ...is not only, you know, someone who's born in the Dham, ...is it their last, ...but they're actually, ...from Guru Maharaja's vision, ...an eternal parsa. ...поэтому... ...поэтому с точки зрения Шилы Гуру Махараджа, ...не только любой обитатель Дхамы, ...живёт своё последнее воплощение в этом мире, ...но более того, с его точки зрения, ...любой из них это вечный Паршат, ...вечный спутник Махапрабху. Having said that, we know that Mahaprabhu instructed his... ...his devotees... ...not to... ...mix closely with... ...the inhabitants of the Dham, ...because... ...their activities are... ...inconceivable... ...to us. This is the supreme personality of Godhead, ...instructing his eternally liberated... ...you know... ...followers, friends, you know. ...и в том случае, ...кто кому давал наставление, ...это верховная личность Бога, ...собственной персоной, ...давал наставление своим вечно ...особождённым спутникам, ...ближайшим друзьям. ...so... ...you know, Gurudev and Guru Maharaj... ...they also... ...would say... ...their position... ...is... ...another thing, ...and... ...we're not... ...necessarily... ...advised to... ...just because... ...okay, we hear that they're... ...you know... ...they're... ...parashat Mahaprabhu... ...doesn't mean we're gonna go and mix with them... ...we're gonna go and... ...take their association. ...и поэтому... ...Shila Gurudev and Shila Guru Maharaj... ...подчёркивали... ...подчёркивали нам... ...что... ...разумеется... ...нам следует считать их... ...вечными спутниками Господа... ...но... ...это не означает, ...что мы сейчас немедленно... ...пойдём и начнём близко общаться с ними... ...желая обрести их духовное общение. ...so... ...we offer our respects... ...from... ...the distance... ...мы предлагаем им почтение... ...с некоторой дистанции. Почему? Why? Well... ...because... ...you know... ...from one angle of vision... ...Shila Guru Maharaj himself... ...he wanted to associate... ...only with those persons... ...who were... ...exclusive devotees of... ...Mahapuru... ...of... ...ultimately... ...Mahaprabhu... ...Mahaprabhu... ... ...Hardas Thakur... ...Hardas Thakur... ...Hardas Thakur... ...was born... ...in a Muslim... ...province... ...why? ...in order to liberate... ...those souls... ...in order to give them... ...the holy name of... ...Krishma. ...Hardas Thakur... ...ho... ...hardas Thakur... ...only with... ...inreso oder... ...was... ...was... ...de... ...basis... ... Thomana... Есть разница между тем, чтобы общаться с кем-то и общаться с кем-то. Если вы понимаете, вы понимаете? Нет, можете это рассказать. Ну, это сказано, что для нас ассоциация означает «садху санга». Для нас общение означает «садху санга». Гурмарас, repeatedly, 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 we come back to this point, that the most important thing in our spiritual life is «садху санга». Швилагуру Бухарадж снова и снова и снова подчелкивал этот важнейший для нас момент. Самое главное в духовной жизни – это общение с духовными людьми. Садху санга. Он объяснял «Это подобно тому, как одна свеча может быть зажжена от пламени другой свечи». Таким образом, если в сердце какого-то человека уже горит эта желанная цель, желание рвения служить Божественной Чите Браджа, а это высочайшая цель Гаудья и Вайшнавов. То благодаря тому, что это есть в его сердце, он может зажечь сердца других. Здесь нам говорят об очень-очень высоких, тонких идеалах, об очень высоких стандартах жизни. И, понимаете, Вайкунта есть там, но Вайкунта – это не цель. Вайкунта – это не интересен для тех, кто пришел в контакт с Махапарусами. Разумеется, существует Вайкунта, духовный мир в целом, однако последователей Махапрабху, те, кто стремится служить Махапрабху, Вайкунта не интересует. Почему же тогда Шилагуру Махараджа хотел общаться только в очень узком кругу? Это было не случайно? Потому что те идеалы, которые принес Шилану Хочетанка, Шилагуру Махапрабху, в состоянии оценить только единицы людей. Есть все очень насыщие, даже в Набадипе, кто не следevал не серьезно. Окей, в налогов背е нашли линию Сарасвати-Такуга, etwas kim costs. Даже в самой Набадипе есть много людей, которые необязательно следуют линии Сарасвати-Такуга. И опять же сам Махапрабху сказал Джагадананди бандиту, что когда отправишься во Бриндаван, не общайся с Браджабаси, с обитателями Бриндавана, потому что ты не сумеешь понять их поведение. Мы пели это песню, и там были эти слова, чай бига доми, чай дыша шутки и так далее. Там сказано, Бхактивинотта Пурмодица, по Вайшнавтаму, пожалуйста, одари меня шестью видами благоприятного духовного общения. Чо-и Сат-санга. Чо-и Сат-санга. Шесть видов Сат-санги. Сат-санга. Кто считается Сат-санга? Итак, Сат-санга. Общение с Сат. Но кого можно считать Сат или же Сангом? So, generally, Гуру Махараджи объясняет, что общее правило такового. Мы можем понять, что человек является Сат-санга, если его таковым признает другой Сат-санга. So, Шрила Сарасвадди Такур, he gave so many recommendations, he gave certificates to Шрила Гуру Мара specifically. How else do we know the position of Гуру Мара, if Сарасвадди Такур didn't recognize him as the rupa nuga dhara? Шрила Сарасвадди Такур, в столь многих случаях, признавал высокое положение Шрила Гуру Махараджа, Шрила Штара Махараджа, и он указывал на его особенное положение. И откуда еще мы могли бы знать о том, каково положение Шрила Гуру Махараджа, что он является группа nuga dhara? И духовные братья Шрила Гуру Махараджа и другие ученики Сарасвадди Такур сумели признать Шрила Гуру Махараджа, потому что Сарасвадди Такур признавал его, поэтому они продвигали Гуру Махараджа. In the same way, Сарасвадди Такур, Гуру Махарадж, pointed to Шрила Гуру Махараджа, as the person who was qualified to carry on his Sampradaya. Подобным же образом, Шрила Гуру Махарадж указал на Шрила Гуру Махараджа, как на того, кто квалифицирован, достоин, способен продолжать Sampradaya. То есть мы можем понять, что человек садку, если его рекомендует другой садка. Поэтому, в идеале, мы хотим окружить себя обществом людей, которые хотят глубоко погрузиться в процесс понимания, что такое садку-санга. Those who are following the line of the Rupanuvadhara, which means the current of truth, which is flowing from the lotus mouth of Шрила Рупа Гошами, as indicated by Махараджа. Мы хотим искать общество тех, кто следует идеалам Rupanuvadhara, то есть тех идеалов, которые были даны из уст Шрила Рупа Господи, по указанию и читанию Махараджа. И Шрила Бхактавиноди Таку, который Шрила Гуру Махараджа, who said, who is Bhakta Vinodhita, what did he give to us? He didn't just give to us all of the, you know, the granta, the charitamrita, the bhagata, he gave us everything. Шрила Гуру Махараджа говорил о Бхактавиноди Такурия следующим образом. Он, Бхактавинод Такурия, не просто дал нам все писания, он не просто дал нам высшие идеалы. И если говорить о Бхактавиноди Такурия, просто говоря, можно сказать так, он дал нам все. Потому что, до того времени Бхактавиноди Такурия, настоящая основа того, кто Махараджа был, что Махараджа дала, уже почти потеряла, уже потеряла так много богатых практик. Ведь до времени, когда пришел Бхактавинод Такурия, сама идея, кто такой Шрила читания Махараджа, какие идеи он давал, стала скрыта. Это потерялось благодаря множеству ложных, притворных практикующих. Люди находят хаши, плачевые партии, имитая Раса Лилла, где мужчины — это Кришна, и женщины — это гопи. Так много вещей, которые происходят в названии Махапару. В то время люди, называющие себя последователями щиреи читания Махапару, могли устраивать какие-то группы, где все участники накуривали чикашиша и устраивали своеобразную Раса Лиллу, где мальчики притворялись, что они Кришна, и все это происходило под видом того, что это последователи и читания Махапару. Так что Шрила Бххти Винаде Таку, не, извините, Таку... Бххти Винаде Таку — это брум. Он называл себя брум, свопив самправдивающим самопрадайу Махапару, из всей несконцепции. Шрила Бххти Винаде Таку говорил о Бххти Винаде Таку, что Бххти Винаде Таку называл себя метлой, которая должна очистить самопрадаю, щиреи читания Махапару от всего мусора. Точнее, Бахтинот-такур назывался подметальщиком, уборщиком, если угодно дворником, который подметал, очищается, продаю от всего мусора. Сарасвати-такур сказал, если Бахтинот-такур это дворник, то я лишь одна из веточек в его метле. У Бахтинот-такура было девять детей. Он маха-бхагават. И поскольку Бахтинот-такура-то, маха-бхагавата, величайшая личность, то, казалось бы, можно ожидать, что все дети, маха-бхагавата, величайшая личность, девять его детей должны были стать совершенными святыми, идеальными последователями, идеальными фанатами этих идеалов, идеалов Ширичи Итани и Маха-бхагавата. Но мы знаем, что из девять детей Бахтинот-такура, Сарасвати-такура, он был единственным, кто действительно взял основу Бахтинот-такура и действительно понимал, кто его отец был. Но мы знаем, что из всех детей Бахтинот-такура лишь один, Сарасвати-такура стал настоящим продолжателем дела своего отца, по-настоящему понял, каков Бахтинот-такура. Бахтинот-такура, сарасвати-такура, частовизм, его брат, который считает, что он был родственник, который считает, что он был родственник, и он был родственник, который считает, что он был родственник, но вы считаете, что он был родственник. Однажды Сарасвати-такура ругал одного из своих братьев, говоря ему, зачем ты считаешь Бахтинот-такура всего лишь отцом? Ты считаешь, что он всего лишь отец такой, как их много в мире? Нет, он исключительный посланник высочайшего мира, не следует считать его лишь отцом. Ну да, как его зовут? Валий Прасадный. Валий Прасадный. Может быть, это был Валий Прасад. Да, Валий Прасадный. Так что, этот брат, Сарасвати-такура, он был полностью неизвестен, что Бахтинот-такура пытался сделать. И этот брат, Сарасвати-такура, Валий Прасад, он совершенно отошел от линии, которую дал сам Бахтинот-такура. Подобно этому, у Адвайта-ачарьи в ближнее время также было много детей, но некоторые из них также стали питать свои собственные идеи, свои собственные представления о том, кто такой Бахаправу. И это дети самого Маха-Вишну. Кто-то может сказать, почему же тогда они несовершенные души, почему бы нам не следовать им, если они дети Маха-Вишну? Таким образом, нельзя сказать, что каждый, кто родился в Святой Дхаме, обязательно будет последователем Шрины Рупы Гослави. И кто был следователем Рупы Гослави? Кто был следователем Бахтинот-Сарасвати-такура. Потому что он был создаватель Шрины Рупы. Как понять, кто следует линии Шрины Рупы, такой человек следует линии Шрины Бахтинот-Сарасвати-такура, потому что именно Бахтинот-Сарасвати-такура восстановил в наше время линию Шрины Рупы. Таким образом, каждый день мы sing this song. Джа-ре-джа-ре-джа-ре-гоура-сарасвати. Бахти-ви-на-уд-на-я-кору-на-му-рати. Курмара is giving praise to the Go-ra-сарасвати. Our mind is called the Shri Chaitanya Sarasvatma. So, from the line from Chaitanya to Sarasvati. Shri Chaitanya Sarasvatma. Каждый день мы пойдем эту песню. Прославляющую Гаура-сарасвати. Этот матх, наш матх, называется Shri Chaitanya Sarasvatma. Это линия, идущая от Shri Chaitanya к Sarasvati-такура. So, in this song, this song is remarkable, this arati that Shri Chaitanya is composed. It contains really the very heart of Chaitanya Charitamrita condensed into the most beautiful poetry. По сути, она содержит в себе всю суть Shri Chaitanya Charitamrita, выраженную в прекрасной поэзии. And, you know, before the time of... Well, we can say, in the time of Sarasvati-такура, there was only the Go-ra-arti of Bhakti-guna-такура that we sing also. Jaya, Jaya, Gora-sandhiya. So, those two arati's would be some... And... But the deities... On the altar we have Radha Krishna and Mahaprabhu, Sarasvati-такура. It's his vision that our worship will go in this line, that Mahaprabhu will be shown on the altar with Radha and Krishna. Before Radha Krishna on the altar, Mahaprabhu separately being worshiped. But Sarasvati-такура wanted to illuminate and show specifically his verse of Sarasvati-dhamudha-goshana, describing that Mahaprabhu's true identity is that he is Krishna within, and Radharani within. He is the combined form of Radha and Krishna. But Sarasvati-dhamudha wanted to reveal the meaning of one of the Svatsalasvati-dhamudha-goshana, which is written in one of the Svarupdhamudha-goshana, where it is written in one of the Svarupdhamudha-goshana, who is Mahaprabhu, who is Mahaprabhu, and the outside of Krishna himself is Samashir Maitirathwarani, and the two of them are both linked together. И в разные дни Шри и Читания Сарасвадмаха, когда Шрила Гурдей, когда Шри и Читания Сарасвадмаха, когда Шри и Читания Сарасвадмаха, он спросил Шри и Читания Сарасвадмаха, почему у нас нет специального арати для божеств, которые у нас есть, Радхи, Кришна, Махаправу, мы поем арати для Радхи, Кришна, мы поем арати для Махаправу, Галва арати, но почему нет особенного арати для этих божеств? Гурдей inspired Шрила Гуру Мараджа to compose this арати, which would reveal the very essential purport of Махаправу's internal identity. Поэтому тем самым Шрила Гурдей вдохновил Шрила Гуру Мараджа написать отдельное арати, которое раскрыло внутреннюю сущность Шри и Читания Махаправу. Не все обитатели Навадгипа или Вриндавана поклоняются Махаправу таким образом. Некоторые поклоняются, например, Галва Ниддянады, считая их Радха Кришной. И эти люди, казалось бы, родились в Хами, но тем не менее, некоторые из них поют эти ложные мантры, в особенности одну из ложных мантры, которую страстно не нагибают. Потому что эта мантра, по сути, предполагала, что сам Шри Читания — это Кришна, а не Тянада Прабу — это Радхарани, или же наоборот. So, Гурма is, in composing this арти, Пракасиле Горасева-бхувана-манга-бхакти-си-данта-судха-пра-джнана-узхва. И так в этом Сарасватарате Шри Лагура Махарадж описывает вся слава, вся слава Гаура Сарасвати, но затем внутри этого арати заключено явлено глубочайшее видение, не самого Шри Лагура Махараджа. We're going to go into that now, because we don't have time. Сейчас мы это обсуждать не будем, потому что наше время закончилось. He said Bhakti Vinoda Noaya Kuru Namurati. What is this conception established by Bhakti Vinoda Thakur, by the divine grace of Bhakti Vinoda Thakur? This line of Gauras Saraswati has come in the world. The very embodiment of Koruna. What is Koruna? Koruna means mercy, divine mercy. Bhakti Vinoda Thakur is the embodiment of that divine mercy. Because he has established this line of Gauras Saraswati. And in these words Bhakti Vinoda Thakur is called Koruna Murati. That is, the love, the suffering of his own person. The flesh of all suffering, because he brought this line of Gauras Saraswati. And as Guru Ma said, what did Bhakti Vinoda give us? He gave us everything and more because he gave us Guru. Guru means Bhakti Vinoda Thakur. So Guru Maharsha said, what did Bhakti Vinoda Thakur? He gave us everything and even more. Besides that, he also gave us Guru Saraswati Thakur. Saraswati Thakur was the direct, you could say, delegated officer given by Radharani herself in this world. Bhakti Vinoda Thakur was praying to Krishna, to Radharani. Please send one of your own people because who will carry on my work? Saraswati Thakur was the direct result of Bhakti Vinoda Thakur. Saraswati Thakur was the direct result of Bhakti Vinoda Thakur. And we know how dear Shula Guru Maharsha revealed, how dear was Saraswati Thakur to Radharani. That upon his disappearance, Guru Maharsha wrote and composed that Radharani could no longer tolerate the pain of the separation of her dear most servitor. That she stole him away from us. She stole him back. Shula Guru Maharsha revealed how dear Shula Bhakti Vinoda Thakur for Shula Mati Radharani. In a song about Shula Sraswati Thakur, written by Shula Sraswati Thakur, he wrote that she was not able to suffer from her most expensive servant. So she killed his servant, Saraswati Thakur, from this world. So Prakashile Gauraseva Bhuvana Mangala. You've established the service of Shri Gaurasha in this world, Bhuvana Mangala. The auspicious service of Mahapudi. You've established that. Bhakti Vinoda Thakur, Bhakti Vinoda Thakur, you've established that. Bhakti Vinoda Thakur has twofold meanings. В следующей строке заключено два значения. Следующая строка имеет два значения, именно бхакти-сидханта-шудха-раги-намчвала, то есть ты даровал бхакти-сидханту. можно понимать, что ты даровал бхакти-сидханту, в смысле Сарасвади-такуру, с другой стороны можно понимать эти слова так. Бхакти-нот-такур дал бхакти-сидханту, то есть сидханту-бхакти, высочайшее совершенство бхакти, высочайшее в чистом виде идею воплощения идеи бхакти. И это воплотилось в личности Сарасвади-такуру. Просто невозможно представить себе, сколь многое вложено в каждое слово этого арати, сарасват арати, сколь многое Гуру Мухарадж положил в каждое слово. Прагьяна-уджвала, много скрытых значений. В этом есть намек на самую вершину, высочайшее проявление служения. То, что называется у-жвала-раса. И далее, в одном из следующих стихов, Шилагуру Махарадж начинает описывать, а кто такой, собственно, этот Махапрагуб Гаурарадж? И он описывает, что вот стоит перед нами Сам Шри читанием по праву, как в центре стоит Кришна по левую руку, вот Кришна сама Шримати Радхарани. Радха-шям-Экатан means, in one form, Eka, радха-шям. Радха-шям, Экатан, Даксе-говора. Дакши means on the right side. So to us, Mahaprabhu looks on the left, but this is Gurma's decision from their perspective. Again, everything in Krishna consciousness, Gurma's looking from what is Krishna's perspective. It's Krishna consciousness, not my consciousness. So, Radha-Syam, Ekka-Tang, in one form. Дакши-Gauru-Rai, on the right side. Mahaprabhu. And then he writes, that Radha-Syam, that Krishna, Ekka-Tang, in one form, in one form, Dakshi-Gauru-Rai, Dakshi, means on the right side. He is on the right side. If we look at the altar, it is, Mahaprabhu, on the left. But Shilaguru Maharaj, as well, he always looks at the point of view of God. He gives the consciousness of Krishna, not the consciousness of someone else. Bami-Ratha, on the left side, is Radha-Rani. Bami-Ratha, Madhi-Syam, Shiam-Gopajaya. Bami-Ratha, Madhi-Syam, Shiam-Gopajaya. Right. I have to sing it, then I remember. Bami-Ratha, Shiam-Gopajaya. 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 Bami-Ratha, Shiam-Gopajaya. 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 Once I asked Shilaguru Dave in Navadip. I was quite young at that time. Maybe 22 or something. И я был немного милым. Грудеев был даршан каждый день, каждый вечер, каждый вечер. В то время его здоровье было немного лучше. В то время его здоровье вполне позволяло это. Но я набрался смелости, чтобы спросить. So every day we're singing these songs, and especially in the morning time, I mentioned one song. Грудеев, Крипал, Винду, Дия, Кора, Эй, Дасе, Крина, Пек, Кая, Ти, Ди. We're singing this song every day, every morning. And we're begging for your mercy. And I said, Грудеев, Крипал, Винду, Дия, give me one drop of your mercy. We're praying like this every day. And I said, but I'm thinking, you're always giving us your mercy. You're constantly giving us mercy. And I said, so how can we make ourselves fit recipients of your mercy, of that grace? And I asked for a question. 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 And he smiled and laughed a little bit. He smiled and laughed a little bit. And he said, after some time considering. I said, this is very important question. This is real searching spirit. He said, yeah. Every day we are singing these songs. He said, it is necessary not only singing. But it is necessary to understand what is the meaning of this. And then he went on to describe the mood expressed by Bhaktivuna Thakura in some of his songs. Specifically, Sarvasya Toma, Sarvasya Sampi. Where Bhaktivuna Thakura takes himself as a dog. And he said, I will be your dog. I will sit at your doorstep. And whatever Prishadam you give me, I will happily accept that. Whether you kick me or you embrace me, I'm yours. In the last couple of weeks of Gurudev's manifest, when he was still with us in the last, couple of weeks, he mentioned one day this verse of Mahapuru. The last verse of Shikshastava. Asliusavapadara. Where Mahapuru was expressing the very, very final, the last word in his divine sentiment. This is Mahaprabhu's last lesson to us. In the last two weeks of living in this world, the most visible existence of Shikshastava. And in the last two weeks of Shikshastava. In the last one, he remembered the last verse of Shikshastava. Shriya Chitanya Mahaprabhu. Asliusavapadara. And so on. And so on. And so on. He said that this is the last word of the last word of Mahaprabhu. It's the last word of Mahaprabhu. It's the last word of Mahaprabhu for all of us. Addausunam. Krishna may embrace me in love or He may neglect me. I said that Krishna may embrace me with love or may not tolerate me. He may not look at me. He may reject me. Может даже отвергнуть меня, прогнать. Но мне это не важно. Что бы он ни сделал, все равно я принадлежу ему. Тогда Гурдав сказал, вот это преданность. Когда Кришна gives me his attention, his favor, или Кришна игнорировал меня, я его, я принадлежу к тебе, я не могу никуда, чтобы идти. Обратит ли на меня внимание Кришны? Пройдет ли на меня он свою милость или нет? В любом случае, у меня нет иного выхода, у меня нет иного прибежища. Я все равно принадлежу только ему. So Гриева is describing this song with Bhakti-на-така, where he is taking himself as a dog in a similar sentiment. You are my master, you may kick me, or you may, you know, pat me. Whatever you do with me, I will always come back to your feet. So Bhakti-на-така is showing us the practical, the practical way, as always. Because Mahaprabhu is speaking to Krishna directly, in the mood of Radharani. We don't know who is Krishna. So, you know, how can we love Krishna, when we don't know who he is? We know our Guru Mahārājā, we know our Gurudeva. And our Gurudeva, we understand his position, is as good as, as non-different to Krishna. As Guru Mahārājā said, the infinite is coming to meet the finite in his, in the finite's search for truth. The infinite is coming to also extend his love to the finite. Shira Bhūrājā, he wrote this in words, that the limited is looking for the infinite, and the infinite is coming to meet the infinite. And the infinite is coming to meet the infinite, and the infinite is coming to meet the infinite, and the infinite is coming to meet the infinite. But we are so thickly, so densely covered by misconception, illusion about our own identity, about who and what we are. We are so identified with our material coverings, that we can't perceive the love of the infinite. As Guru Mahārājā said, our vision, our eyes are covered the dust of so many prejudices. So, the kindness, Krishna's kindness, manifests himself through a familiar type of form for us to... be able to tangibly receive his affection. That form is Shri Guru. And as Guru Mahārājā said, the infinite meets the finite in this form of Guru. But Shira Bhūrājā said, that the infinite meets the finite in this form of Guru. So, Shira Bhūrājā said, that the infinite meets the finite in this form of Guru. Он живой. И гуру в состоянии проявиться по-разному, он может проявить себя даже через кого-то из своих учеников. Подобно тому, как одна свеча может зажечь другую свечу, также и ученики гуру в какой-то степени их можно сравнить с гиперссылками, которые в той или иной степени проявляют гуру. И так через сердце других преданных мы чувствуем эту любовь и нежность, которая идет к нам от Кришны. Потому что гуру дэв на самом деле всегда говорит с нами. И очень важный момент. Гуру дэв всегда говорит, чето дар панамарджанам. Чето дар панамарджанам. И очень важный момент. Чето дар панамарджанам. Необходимо очистить зеркало своего ума, своего сознания. Каким образом? Повторяя именно Кришну. Таким образом, Кришна дает нам гуру, дарубит нам гуру, а гуру дает нам Кришну. В каком виде он дает нам Кришну? В виде святого имя Кришны. Когда гуру дэв дает нам святое имя, он дает нам также наставление, как правильно повторять имя. И это наставление заключается в следующем. Старайтесь повторять святое имя без оскорблений. Третье оскорбление святого имени, которое заключается в следующем. Читать гуру кем-либо, кроме непосредственно, представителе Кришны. Когда мы можем жить в сознании, в живущем сознании, что Кришна Himself, the supreme reality, the reality that lives in our hearts, as Paramatma, in the heart of every jiva soul, that reality that we are searching for, reality the beautiful, that reality is coming to me personally in the form of guru. When we can live in that consciousness, then we'll be free from that type of what's known as upper-right. That the highest reality, those all who are searching for, that what they call the highest reality, the perfect reality, this the highest reality that the Krishna himself is, itself, is being here in the form of guru. If I can live, understanding this, осознавая это, то в этом случае я смогу избавиться вот этого препятствия, вот этого оскорбления. Гуру Махараш повторял, мы пришли в сознание Кришны для того, чтобы получить подлинное понимание, не просто формальное достижение, но настоящее понимание. Таким образом, через Шри Гуру и его гостями мы можем, пообщаться в процессе Шаван и Киртан, мы можем понять, что есть Тен офенцов на Холлige Нем, как я обновлюсь, потому что... Потому что благодаря Шри Гуру, благодаря его милости, мы можем находиться, собираться вместе и обсуждать, пытаться понять, каковы эти десять оскорблений святого имени, как от них избавиться. Потому что сердца приводит, которые были обрабатываны Шри Гуру и Его греха, они как торча. Каждый один имеет что-то, которое было обрабатывано в них, наш Дивайн Мастер. Ведь сердце каждого преданного, подобно факелу, который был зажжен нашим Гуру, в сердце каждого преданного есть что-то, частичка, которое было вложено в него, Гуру Дева. И в компании с Доводьевами мы можем перейти глубже и глубже в реальную основу, почему мы здесь, почему мы стали привыкли к Кришне. И, нагоняясь в обществе преданных, мы можем погружаться все глубже и глубже в понимание, разбираться все тоньше и тоньше в том, почему, для чего мы, собственно, сюда пришли, для чего мы находимся здесь, в обществе преданных. Мы можем помочь друг другу разобраться, понять, почему мы не чувствуем того, что должны чувствовать, например, почему я не ощущаю вкуса Кришна-нама. Он говорит, что повторение Кришна-нама – это величайший экстаз, но почему я этого сейчас не чувствую. Гуру Дев сказал, что очень важно, чтобы мы задавались такими вопросами, задавали их сами себе и друг другу. Потому что одна из частей садху-санки – это раскрывать сокровенные чувства своего сердца и выслушивать сокровенные. И что я помню, Сиван Бориснадмараж, когда он был на Судар-шраба-пуре, он всегда стук с меня, что он сказал, что он очень сильно, очень сильно, очень сильно, очень сильно, он сказал. Я помню, однажды, Ширипад Вайшнава Махарадж, в то время его еще звали Шипа-шаппану, сказал на одной лекции в Новогриппе, а в особенности мне запала в память одна вещь, один момент, он сказал, на каждом из нас лежит ответственность перед собой и перед окружающими, стать хорошим общением, благоприятным общением друг для друга. Мы всегда хотим помочь друг другу, и это был его момент. Мы должны помочь друг другу, потому что мы все, что мы имеем. То есть, он говорил о том, что мы все должны помогать друг другу, стать помощью друг другу, потому что мы есть единственное, что есть у нас. Сколько человек существует на этом планете? 11 миллионов человек, примерно 7 миллионов человек? Из 7 миллионов человек, как многие были возможность быть пострелены по делу, как что Ширипад Гурхимарад и Ширипад Гурхимарады? Потому что сколько людей сейчас на планете 7 миллиардов, да? Не знаю точное число, может быть 7 миллиардов, может быть 10, может быть больше. Но из всех этих миллиардов, сколько из них способны соприкоснуться и оценить, соприкоснуться с идеями Ширипад Гурхимараджа и оценить их? Абадут Махарадзе прислал меня сюда, чтобы получить всю твою ассоциацию, и чтобы меня также инспирировать. Таким образом, это общий взаимодействие Кришна. Это все центры вокруг этого. Абадут Махараджа прислал меня сюда, для того, чтобы я, общаясь с вами, также вдохновился. Это обоюдный обмен. Сознание Кришны всегда заключено в этом обоюдном обмене. Я очень признателен и очень счастлив, что мне есть возможность здесь с вами. Потому что в самом деле, сейчас в разлуке с нашим Гурудебом, единственное, что у нас осталось, это его последователи, те, кто были затронуты, заживы его послания. Общество, преданное общество друг друга, это единственное и самое ценное, что у нас есть. Нам всем невероятно повезло, что у нас, так или иначе, есть связь с этой полной любви и нежности семьей Шри Лугура. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok